Удивительное дело, но встретить поезд метро, сидя за рулем автомобиля, вполне возможно на российских просторах. Правда стоит сразу оговориться, подразумевая метро, мы говорим не только о подземных линиях в тоннелях, но и о составляющих его объектах, в нашем случае речь пойдет о метродепо и производственных площадках. Встать на автомобили под мигающие красные огни где-нибудь под землей наверное все-таки можно, но пока не в нашей стране. Метропереезд. Случайному автомобилисту оказаться на таких переездах будет практически нереально, расположены они на охраняемой территории, да и пропуск личных автомобилей сотрудников подземки строго регламентирован. Учитывая нынешнюю степень автомобилизации, личный автотранспорт много у кого есть, поэтому подавляющее большинство работников оставляют свои машины снаружи, за забором. Для особо отличившихся есть парковки внутри, но они размещены практически сразу у въезда на территорию. При этом на территории самого депо базируются подразделения подземки, для обеспечения деятельности которых может требоваться автомобильный транспорт. Возьмем, например, одно из крупнейших электродепо метро Петербурга, депо Автово, там служебного автотранспорта достаточно много. На его территории площадью в гектар это немало, располагается собственное автотранспортное предприятие. Иными словами, метро это не только вагоны, но и десятки машин, легковых и грузовых. Когда-то были и собственные автобусы. Конкретно в депо Автово по мере развития его территорий был устроен полноценный переезд с действующей сигнализацией, ни в одном другом депо Петербурга такого количества внутренних автомобильных дорог и железнодорожных путей нет. Судите сами. Строго говоря, как мы выяснили недавно с коллегами, переезда с сигнализацией нет вообще ни у кого на постсоветском пространстве, хотя технологические проезды на территории депо безусловно есть в каждом метрополитене. Взять хотя бы пожарный проезд вдоль Нефа в депо. В Петербургском же Автово помимо переезда, скажем так, оформленного дорожными знаками, есть немалое число технологических проездов на разные площадки. Но там, как правило, пути уже не электроофицированные. Возвращаясь к автовскому переезду с сигнализацией, хочу сказать, что на нем отсутствуют автоматические опускаемые шлагбаумы и узы, так по-умному на большой железной дороге называют те самые устройства-барьеры, которые поднимаются вверх при закрытии переезда. При подъезде состава к переезду к нему подходит специально подготовленный работник, который вручную поворачивает заграждение, перекрывающее автодорогу, и лишь затем поезд продолжает движение. Все-таки здесь маневровое движение и оно идет не по графику, да и скорости совсем иные, быстро метропоезда по улицам в Петербурге не ездят. На фотографиях вы можете увидеть достаточно редкий уникальный образец подвижного состава, контактно-аккумуляторный электровоз. Подробно про эти чудо-машины я писал в отдельной материале, однажды мне посчастливилось заехать в депо на личном автомобиле, завозил тираж книги, чувства были необычные. На переезде постоять мне не пришлось, но вот к путям подъезжал достаточно близко. В Москве тоже подобные зарисовки встречаются, из окна автомобиля можно увидеть, например, перегонку новых вагонов метро с железной дороги в депо. Да, вагоны перевозят по железке своим ходом, ширина колеи позволяет. И если попасть на переезд в метро получится далеко не каждому, то постоять над метро вполне можно. Опять же в Москве есть такие пересечения. Одно из них, например, находится во Владыкино. Есть путепровод над путями метро в Петербурге, у станции метро Купчино. Примеры можно посмотреть в галерее. А в какие необычные закрытые места заезжали на автомобиле вы, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо за внимание, до скорой встречи. Лучшая поддержка автора это, конечно, ваше доброе слово и подписка. Подписаться. Подписывайтесь и ставьте лайки.